Здравствуйте, с вами снова интернет-магазин Antelife.com.ua на связи. Сегодня мы посмотрим новую китайскую модель смартфона под названием ZOPPO SP810. Данная модель является, скажем так, одним из самых сильных среднячков на рынке сейчас. Она стоит не слишком дорого, цена колеблется в районе 1900 гривен из наличия в Украине. Они поставляются в хорошем заводском комплекте и имеют отличные технические характеристики. Давайте рассмотрим заводскую комплектацию, в какой коробке поставляется данная модель, какие есть опознавательные знаки на коробке. Смотрим. Поставляется вот в такой вот коробке. Есть в комплекте из интересного. Это вот такой вот бампер прозрачный. Зарядка, переходничок, обязательно мы влаживаем, USB кабель и наушники. Что касается самого телефона. Внешне наша модель выполнена из качественного пластика. Поставляется она в двух вариантах, черный и белый. В белом варианте задняя крышка глянцевая, в черном варианте бывает по-разному. Бывает задняя крышка матовая, бывает тоже такая же глянцевая. Во всех есть логотип Zopo сзади. Есть 8-мегапиксельная камера. Вспышка, есть автофокус в камере. С этой грани мы видим качельку громкости и кнопку включения-выключения. Сверху стандартно разъем под наушники. С этой грани нет ничего. Снизу USB и микрофон, как обычно. Спереди, с лицевой стороны смартфона, мы видим три сенсорных кнопки, меню домой-назад. Мы видим ушной динамик. Мы видим датчик приближения, датчик освещенности и фронтальную камеру. Напоминаю, что аккумуляторы у нас в этих смартфонах поставляются емкостью на 2000 мАч. И этот аккумулятор один в комплекте. Внутри наш смартфон выглядит вот так вот. То есть есть слот под microSD карточку, ну и стандартные две симки. Давайте включать наш смартфон и будем смотреть и знакомливаться уже с ним внутри. Обзор начнем, как всегда, с программ, которые показывают технические характеристики нашего смартфона, а именно Antutu. Вот такое вот приветствие у нашего смартфона. Экран данной модели имеет размер 5 дюймов, разрешение экрана 1280 на 720. То есть можно сразу же сделать вывод, что имея процессор MTK6589T, данная модель будет воспроизводить любые современные игры. Не будет никаких проблем с скоростью, с глюками и торможениями. Так, начинаем с Antutu. В Antutu показывает данная модель порядка 12-14 тысяч баллов. Стандартный показатель для MTK6589T. По техническим характеристикам модель, вот вы можете видеть все сами. ЗОПА 810, MTK6589 процессор. Частота процессора максимальная 1209 МГц. Разрешение 720 на 1280. Графический ускоритель PowerVR SGX544. Значит, оперативная память у нас гигабайт. Сейчас... Оперативная память у нас гиг. Сейчас доступно 317. Камеры у нас 12,6 Мп задняя и 5 Мп фронтальная. Операционная система Android 4.2.1. По своей собственной памяти у нас смартфон всего имеет 4 Гига. Из доступных у него 1500 Мб. Все остальное занято операционной системой. По датчикам. Что у нас есть интересного из датчиков в данном смартфоне? Как я уже говорил, данная модель не относится к дорогим, к топовым моделям. Она сейчас является крепким среднячком. То есть, как правило, в таких моделях, в таких моделях, таких датчиков, как гироскоп, их нет. Ну, что мы можем видеть. Из основных датчиков, это датчик приближения, который отлично работает. Есть также у нас датчик освещенности. Возможно, нужно настраивать. Не люблю датчики освещенности в китайцах вообще. Работают очень некорректно. Есть компас, есть GPS. GPS отличный. Дальше я проведу тест, посмотрите. Есть акселерометр. Это стандартный набор всех основных датчиков, которые необходимы нормальному смартфону сейчас. Давайте перейдем к нашему экрану. Посмотрим, сколько точек распознает наш дисплей. Видим, что 5 точек касания тоже, в принципе, стандарт. Перейдем к прошивке нашего смартфона. Zopa всегда славится своими хорошим софтом, который имеет возможность автоматически обновляться через интернет. Тут это тоже доступно. В прошивке с завода нет никакого китайского софта. То есть, все основные характеристики, точнее, все основные настройки, все предоставлено полностью на русском языке. Информация о телефоне. Мы можем видеть, что это модель ZP810 и Android 4.2. То есть, без каких-либо программ. Также свидетельствует 4.2 Android о том, что вот есть у него такое меню быстрого запуска. Идем дальше. Давайте посмотрим, как наш смартфон справляется со всеми основными своими возможностями, со всеми программами, со всеми приложениями, которые вы сможете использовать на данном смартфоне. Основы. То есть, основы это YouTube. Давайте посмотрим. Смартфон сейчас подключен к Wi-Fi. Прием Wi-Fi отличный. Wi-Fi у меня через одну стену. И давайте введем мои обзоры. Обзоры сняты в формате Full HD. Посмотрим, как он будет воспроизводить. Всем здравствуйте. Интернет-магазина Тулаф Кумей. Как мы видим, что качество очень хорошее, звук отличный у смартфона. Датчики, то есть, все у нас в этих... Далее перейдем к браузерам. С какой скоростью прогружаются у нас страницы. Как это все грузится, как это все работает. Давайте посмотрим. У нас сейчас загружен наш сайт. antelife.com.ua Также вы на этом сайте сможете купить именно данную модель. Ссылочка для покупки. Мы выведем для вас вот здесь примерно. Итак, наш сайт. Multi-touch работает. Все листается, все прогружается. Можно заходить на страницы. Смартфоном пользоваться удобно, потому что экран у нас IPS-матрица. Пятидюймовый. Довольно-таки большой. То есть, удобно читать текст. Абсолютно комфортно можно это делать. Другие страницы также прогружаются отлично. То есть, ну, никакого дискомфорта испытывать мы при работе с интернетом просто-напросто не будем. В этом ничего особого нет. Это стандартные, хорошие смартфоны на MTK 6589. Также наш смартфон отлично работает с любыми софтовыми программами, с любыми офисными приложениями. Давайте посмотрим, как, например, наш смартфон будет работать и открывать файл в формате PDF. Тут у меня есть журнал, футбольный журнал. Тут множество страниц. Они довольно-таки быстро прогружаются. То есть, ну, не так ему легко, конечно же, работать. Но, тем не менее, изображение увеличивается. Можно читать текст отлично. То есть, никакого дискомфорта мы не испытываем в этом. Также наш смартфон обладает достаточной производительностью для того, чтобы воспроизводить практически любые форматы современного видео. У меня на карточке памяти, которую я вставил в телефон, есть несколько стандартных моих видео, которые я показываю во всех обзорах. Но они Full HD формата, поэтому цель этих видео только показать то, что смартфоны справляются с ними, что они воспроизводятся, что они отлично работают и играют. Также качество нашего экрана я обычно люблю демонстрировать с яркими картинками, на которых можно будет посмотреть и углы обзора в этих картинках, ну и, собственно, сочность, яркость всех вот этих вот картинок, которые я показываю. То есть, как мы видим, экран у нас очень такой добротный, IPS-матрица реальная, цвета все очень сочные, яркие, углы обзора максимальные. То есть, ну, видно, что это дорогая, хорошая матрица для дисплея, была использована производителем Zoppo. Идем дальше. Основные нагрузки, конечно же, на смартфон, на Android-смартфон в наше время могут оказать только самые современные игры. И так как я уже говорил, что у нас установлен 4-ядерный процессор MTK6589, то я хочу вам продемонстрировать несколько наиболее популярных игр, которые на нашем смартфоне отлично идут и можно скоротать времяпровождение иногда за классной 3D-игрой. Смотрим. Смотрим. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Как я уже говорил, в смартфоне есть отличная задняя камера на 12,6 мегапикселей. Отлично работает автофокус, отлично фокусирует. Фронтальная камера у нас тоже классная. Примеры фотографии и видео вы сможете увидеть по ссылке слева, снизу на экране. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Можем подводить итоги. Смартфон у нас получился очень классный, скажем так, в такой ценовой категории, один из лучших вариантов. Для женщин и девушек можно подобрать белый вариант, для мужчин и парней – черный. Из того, что мне нравится в этом смартфоне. Во-первых, очень классный экран. Действительно HD разрешение, действительно IPS матрица, углы обзора шикарные, краски, сочность, цветопередача картинок – изумительная. Мне не нравится то, что в комплекте поставляется вот такой вот бампер. Я хочу полноценный стандартный зоповский чехол-книжку, к которому они все нас приучили. И теперь мы хотим только такое. Мне очень нравится тот вариант, что он вставляется вместо крышки. Но в этой модели его нету, поэтому для меня это минус. Что еще из минусов назвать? Не могу сказать. Модель такая сбалансированная, хорошая, добротная. Корпус отличный, отличный пластик. В принципе, все. Данную модель можно купить на нашем сайте antelife.com.ua. Ссылочку мы для покупки разместим на этом видео снизу справа. Подписывайтесь на наш канал, если ждете новые обзоры. Обязательно будем снимать сравнения интересных для вас моделей, новинок на Full HD экранах. И не забывайте ставить лайки. Спасибо. До свидания.